Какого их? У меня их трое было. Поша. Ой, у меня все примеры. Значит, первый артист, которым я работал, Артём Овчаренко, он благодаря тем годам, которые я с ним провёл, выиграл конкурс Пермит, получил золотую медаль, там выиграл ещё две награды, потом он получил душу танцев, молодёжный триумф, а потом я решил, что он очень великий, что он может быть с Аскоридой. Теперь он появился с Аскоридой, пока наград нет и никаких заметных ролей, но, пожалуйста. И сейчас у меня тоже два молодых артиста, Денис Ройкин и Анжелина Воронцова, они тоже танцуют в разные сольные партии, ну и ведущие, они молоденькие пока, но я надеюсь, что у всех, у них по троих сложится жизнь. В любом случае, вы знаете, когда-то мне сказал мой педагог, Петр Антон Шпецов, который учил меня в школе, что, Олечка, не педагог выбирает ученика, а ученик выбирает педагога, да? Иногда бывает так, что ты учишь его там 30 лет, а он всё равно считает, как вот и дядя Льва, я стану педагогом. Но у каждого, ну в любом случае, если у кого из них сложится судьба, я буду очень счастлив. Другой момент, Марина Семенова, которая преподавала в Большом театре, он, в общем, так вам расскажу, она прожила 103 года, 74 из них она была педагогом Большого театра. Стаж у неё был балеринский, педагогический, в общем, всё вместе, 90 с лишним, ну, около 90 с лишним лет, в общем, она там 91-92, потому что у нас стаж исчисляется в 200 лет, как мы начинаем работать. Она, когда меня учила преподавать, она там объясняла, вот там, пяточку, ты не забывай, что там комбинации надо за бедром следить, потом это, в том-то врачах и говорила, придадут. А в том-то, в том-то врачах, в том-то опять врачах и говорила, придадут. И вот так происходило все эти годы, пока я проводил рядом с ним, потому что её предавали такое количество, ученики. Но был замечательный случай. Одна очень известная артистка, Народная Артистка СССР, которая была её воспитанной эти многие годы, в один прекрасный день решила, что она настолько великая, что ей Семёнова не нужна. И достаточно много лет ходила по коридорам и даже не здоровалась. И как-то мы идём с класса, и вдруг эта знаменитая артистка нас встречает, говорит, без драки, говорит, Марина Тимофеевна, я на завтра сельфизу с вами в Эфирстово приготовлю. И пошла. Я смотрю, мне интересно, думаю, сейчас вот как Марина Тимофеевна, по какому адресу её отошли. И вдруг Марина Тимофеевна приходит в конселярию болезнь и говорит, вот там такая-то сбрала, конечно, делайте, я буду ходить. Они литировали полтора месяца. Вот так, как будто они расстались вчера. Закончился спектакль. Народная артистка так сказала. Спасибо. И ушла. Всё, больше они не разговаривали никогда. И когда Марина Тимофеевна помирала, она даже не пришла на похороны. Вот, пожалуйста. И когда я по Марине Тимофеевне спросила, а как вот... Она говорит, ну, она была, она была. Понимаете, если у тебя есть какое-то желание что-то сделать, она, например, у кого-нибудь вспомнила, ну, ты пойми, человеческие качества у всех разные, а мы же не для человека работаем, мы же перед другим, перед другой инстанцией отчитываемся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.